Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Впереди только Москва. Самарская область вырвалась в лидеры государственно-частного партнерства среди регионов России. Время-деньги. Автолюбители могут сэкономить на получении водительского удостоверения и регистрации машины. В Самаре запускают фонтаны. Открытие сезона намечено на следующие выходные. Самарская область вырвалась в лидеры государственно-частного партнерства среди регионов России. Если пять лет назад область занимала 25 место в рейтинге, то сегодня уже второе, уступая лишь Москве. Этот показатель учитывает не только реализованные или перспективные проекты, но и оценивает эффективность инвестиционной деятельности губернаторов. Сегодня в работе находится 64 проекта на общую сумму 58 миллиардов рублей. Частные инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в медицину, ЖКХ, дороги, сельское хозяйство, социальную сферу и спорт. Центр крови, который уже реализуется, признан лучшим на всероссийском конкурсе государственно-частного партнерства. Готовы к воплощению и новые идеи. Футбольная школа, ипподром и стрелковый клуб. В прошлом году мы были третьими после Москвы и Санкт-Петербурга. И по итогам 2016 года, то есть в этом году, когда подводились итоги рейтинга, мы поделили второе и третье место с Московской области. То есть впереди нас только город Москва. Вот наше текущее значение 82,7%. В прошлом году было 59,6%. То есть мы, на самом деле, не просто сделали шаг в рейтинге, но мы сделали еще качественный рывок. Средний уровень сегодня по Российской Федерации 37,5%. То есть мы более чем в два раза лучше, чем средний российский уровень. Получить водительское удостоверение или зарегистрировать автомобиль теперь можно в многофункциональном центре. При этом еще и сэкономить время и деньги. Идти в ГИБДД уже не обязательно. Достаточно обратиться в ближайший МФЦ с пакетом документов. И в течение пяти дней новое удостоверение будет готово. Записаться можно через портал госуслуг и прийти в удобное время без очереди. Кроме того, при оплате пошлиной через госуслуги предоставляется скидка 30%. Вот, например, выдача водительского удостоверения вместо двух тысяч рублей, если записаться через портал госуслуг в электронном виде, обойдется в 1400 рублей. Также выдача регистрационных знаков вместо двух тысяч рублей, также обойдется в 1400. Существует ли зебра на дорогах? И как правильно обходить трамваи и автобусы? Безопасное движение в центре внимания администрации Кировского района. В школах проходят интерактивные уроки по правилам дорожного движения. Их проводят совместно представители ГАИ, районной администрации и Всероссийского общества автомобилистов. На одном из таких занятий побывала Олеся Корецкая. Наезд на пешехода – самое частое ДТП в больших городах. И школьники – самые уязвимые на дороге. Руководители администрации Кировского района знают об этом не понаслышке. Больше 20 лет проработали в ГАИ. И вот теперь постоянно встречаются со школьниками и в интерактивной форме знакомят с правилами и особенностями дорожного движения. Школьники до 18 лет, не получая водительского удостоверения, они как бы не углубляются в понимание правил дорожного движения, знания поверхностные. От этого приходят неутешительные результаты. Это аварийность с детьми на улично-дорожной сети. Результаты уже заметны. Количество ДТП с участием маленьких пешеходов в Самаре по сравнению с прошлым годом снизилось. Преподаватели отмечают – правила не мешают изучить и родителям, прежде чем объяснять их ребенку. Часто детям прививают искаженные знания. Вот, например, спроси любого ребенка, как правильно обойти трамвай, как автобус. Они хором прямо. Трамвай спереди, автобус сзади. Почему? А потому что, чтобы видно было, чтобы сзади видно. Почитайте правила дорожного движения. Где это написано? Этого нигде нет. Теперь послушайте, как правильно. Его обходить вообще не надо. Он уехал, и все, и проблем нет. Все улыбаются, смеются действительно вроде. Все предельно просто. Урок по правилам дорожного движения в 157-й школе – обычное дело. Безопасности здесь уделяют много внимания. Проводят классные часы, беседы с родителями, работает отряд юных инспекторов. Каждый родитель у нас имеет памятку, как нужно правильно объяснить ребенку правила дорожного движения. И с 1 по 8 класс у каждого ребенка в дневнике вклеена схема безопасного движения в школу. Интерактивные уроки посещают школьники с 1 по 8 классы. В планах организовать встречи со старшеклассниками, разговаривать с ними не только как с пешеходами, но и как с будущими водителями. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Управление Федеральной службы исполнения наказаний потеряло в названии приставку «Главное». По словам руководства, это справедливое исправление. По нормативам квадратных метров на человека, находящегося в заключении Самарская область может принять максимум 15 тысяч преступников. За последние шесть лет число заключенных резко сократилось с 18 до 11 тысяч человек. Это связано с увольнениями в законодательстве. Некоторые статьи были переведены из Уголовного кодекса в административное. Понижение ведомства в статусе практически никак не отразилось на персонале. Массовых увольнений не произошло. В целях оптимизации объединены несколько колоний для несовершеннолетних. Закрыт один СИЗО, а для женщин под следствием открыт один на всю область, изолятор на 100 человек. Живут колонии почти на полной самоокупаемости, обеспечивают себя мясом, молоком, овощами, выращивают цветы. А теперь занялись и другими творческими работами. Изделия, которые требуют творчества. Вот, допустим, в одной из колоний мы сейчас развиваем ковку. Развиваем ковку, а сегодня этот предмет востребован, начиная, допустим, от каминных наборов, кончая, там, мангалами, скамейками, цветочницами. И вот это одно из направлений. У нас сегодня сильно начали развиваться, и очень много у нас к нам обращений, это по швейным изделиям. У нас сегодня практически вот две женские колонии полностью загружены до конца года заказами на швейные изделия. В Самаре началась подготовка фонтанов к летнему сезону. Пробный запуск назначен на конец апреля. Сейчас специалисты проверяют и устанавливают оборудование. Сегодня приводили в порядок фонтан у бассейна ЦСКА. За работой наблюдала Олеся Корецкая. Фонтан у бассейна ЦСКА ВВС не самый большой. Здесь циркулирует всего 138 кубометров воды. Но он сложный по форме и техническому устройству. Здесь есть подсветка и музыкальное сопровождение. Больше сотни светодиодных непромокаемых ламп проверили и сейчас устанавливают на крепление. Все детали насосного механизма на зиму снимают. Весной их моют, проверяют перед напряженной летней работой. Конечно проверяем. Зимой проверяем, подготавливаем все это дело. А сейчас собираем. Потом будем проверять уже с пульта. А у вас есть любимый фонтан? У меня? У меня все любимые. Бесперебойная работа фонтана зависит от каждой мелочи. Все форсунки должны работать как одна. Водой вместе со светом и музыкой управляет компьютер. Фонтаны к лету готовят специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Они же контролируют их работу все лето. Признаются, сложнее всего справиться с отсутствием культуры у некоторых жителей. Вот это основная проблема, что у нас люди и мусор, и там и лезут, и купаются. А тут насадки, дети могут просто повредиться. Мусор бросают иногда столько, что приходится увозить под 10-15 мешков мусора. То есть это постоянная вещь. Ну и чертят на них, ну и прочее. Всего ездят на скейтах, на этих парапету, ломают плитку. Пробный запуск самарских фонтанов проведут 22 апреля, а в полную силу они заработают после 1 мая. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавший он на внедорожнике УАЗ «Патриот» через Смышляевку. Рекопадовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопила. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон. Спасатели получили информацию о ЧП и к месту происшествия отправили поисково-спасательный отряд. Уровень воды в это время продолжал подниматься. Двое спасателей в гидрокостюмах дошли до машины и зацепили за нее буксировочный трос. УАЗ удалось вытащить на сушу с помощью тягача «Урал». С 14 по 18 апреля в Самаре перекрывают выезд на Московское шоссе. Речь идет о проезде напротив торгового центра «Московский» между домами 7 и 12 на 18-м километре. Ограничение необходимо для переустройства линии электропередачи в рамках реконструкции Московского шоссе к Чемпионату мира 2018. Нерестовый запрет Самарской области в 2017 году начнется 1 мая. Завершится 30 июня. Средневожское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству опубликовало официальные сроки весеннего запрета на добычу водных биоресурсов. Это касается открытых водоемов ниже Жигулевской ГЭС, то есть Волги в границах Саратовского водохранилища, а также малых рек, впадающих в него – Сок, Кондурча, Самара, Безинчук, Чигра. В Кубчском водохранилище ситуация иная. Так, на Жигулевском море и реке Усе до 1 мая спокойно могут рыбачить только спортсмены и любители. Для промысловиков запрет здесь начнется 15 апреля. Сегодня особенный день у православных христиан – Великая Страстная Пятница. Это самый строгий день Великого Поста. По канонам верующим нельзя употреблять еду и воду. Как гласят церковные традиции, Страстная Пятница в первую очередь – это день покаяния, молитвы и раздумий над собственной жизнью. Сегодня христианам не следует петь, веселиться, смеяться и вести активный разгульный образ жизни, а также ссориться, кричать и ругаться. Роструд напомнил работающим гражданам о дополнительных выходных, ожидающих их в мае. На 1 мая отдыхаем три дня – суббота, воскресенье, 29 и 30 апреля и понедельник – 1 мая. Гню Победы россиян ждут сразу четыре выходных дня подряд. В следующем году график майских праздников заметно изменится. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Здравствуй, юность в сапогах. В Самаре продолжается весенняя призывная кампания. Алкоголь вне закона. Ночные продавцы расплачиваются штрафами. Экологический десант в советском районе. До блеска очищен мемориал военным водителям. Это все новости на этот час. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова